Всех приветствую! Продолжаем рассматривать фотографии актеров, актрис, знакомиться с их автобиографией. Вонг Лю Цонг, первая добившаяся известности голливудская киноактриса китайского происхождения, снималась в немом и звуковом кино. Родилась 3 января 1905 года в Лос-Анджелесе. Ее родители, иммигранты во втором поколении, держали прачечную на втором этаже, в котором и жила вся их большая семья. Помимо Лю Цонг, она включала в себя шестеро ее братьев и сестер. Семья Вонгов переехала и обосновалась в квартале иммигрантов из Мексики и Восточной Европы. Лю Цонг с ранних лет увлекалась кино и мечтала о карьере актрисы. 12-летней снялась в качестве статистки в драме «Красный фонарь», в котором главную роль играла звезда того времени Алла Назимова. Тогда же она взяла себе псевдоним Анна Мэй Вонг. Ее отец не одобрял выбор профессии дочери и впоследствии отдалился от нее. С 1921 года Анну Мэй Вонг начали упоминать в титрах, а в 1922 она впервые получила главную роль в мелодраме «Жертвы моря». В 1924 закрепила успех, снявшись в роли рабыни-монголки в багдадском воре Дугласа Фернбэкс. С тех пор, как писали газеты, если в Голливуде требовалась актриса на роль китайской принцессы или рабыни, продюсеры приглашали Вонг. Вонг вошла в число первых актрис – азиатах, которые воплощали на экране образы восточных женщин. Национальность актрисы стала препятствием на ее пути к славе. Рассовая дискриминация, процветавшая в то время, ограничила право цветного населения, в том числе и киноиндустрии. Начиная с середины 1920-х годов, Вонг много работала. Пресса писала об актрисе не иначе, как о звезде. Однако, в основном, она снималась на второстепенных ролях, так как в то время в Голливуде были редкие проекты, где главное место было бы отведено китаян. Исключение составила драма 1926 года «Шелковый букет», в котором основные роли помимо Вонг играли азиатские актеры. В 1928 году она уехала в Европу и три года проработала в Германии и Великобритании. В то время там не существовало предубеждения против актеров восточного происхождения, поэтому талант Вонг нашел применение. В Европе она снималась на главных ролях и быстро добилась популярности. Часть фильмов актрисы того периода дошло и до американского зрителя, правда, в несколько урезанном варианте. В Великобритании актриса дебютировала на сцене театра в постановке «Меловой круг», где ее партнером был Лорес Оливье. Затем она играла в Вене в спектакле «Весна». Вернулась в Америку в 1930-х годах, когда кинокомпания «Парамоунт» предложила ей контракт и гарантировала главные роли. В том же году она дебютировала на Бродвее в пьесе «На этом месте». В 1931 году досталась главная роль в криминальной драме «Дочь дракона» по роману Саксо Роммер. Но, тем не менее, она по-прежнему продолжала испытывать давление дискриминации. Это выражалось более низком по сравнению с другими актерами гонорария. Например, за участие в мелодраме «Шанхайский экспресс» Вонг заплатили всего 6 тысяч долларов, тогда как Марлин Дитрих, хотя и исполнившая главную роль, получила около 78 тысяч. В 1930-х годах ситуация в Голливуде изменилась по сравнению с более терпимыми 1920-ми, и Вонг начала все чаще получать отказы на пробу. Причина заключалась в том, что любовные отношения на экране между представителями разных рас были запрещены. В 1934 году вернулась в Великобританию, где снова играла в театре, снялась трехфильм. Контракт «Парамаунт» обязал ее возвратиться на Ролину. В конце 1930-х годов Вонг некоторое время отдавали главные роли. В 1937 году Вонг и жена продюсера Дэвида Сельзника стали жертвами вымогателей. Некто требовало, чтобы они заплатили ему по 20 тысяч долларов. Причем деньги Вонг он собирался потратить на производство фильма по собственному сценарию. В случае неуплаты маньяк обещал изуродовать актрису по количеству ее отца, а садовьям Ирен грозил ослеплением и увечьями. Обе дамы обратились в полицию, и к их домам были приставлены охрана. Кинокарьера актрисы началась угасать с начала Второй мировой войны. В 1941-м в Японии нападение на Первый харбор развязало военные действия против США, в связи с чем в обществе начало расти неприятие японцев и всех азиатов в целом. На протяжении всего десятилетия ее снимали всего четыре раза, и два из них в главных ролях в пропагандистских фильмах антияпонского характера. Леди из Цунцина «Бомбы над Бирмой». В 1950-х годах Вонг играла в театре, снималась на телевидении, появилась в ряде сериалов. Ее последнее появление на киноэкране составилось в 1960-м году, когда она снялась в драме «Портрет в черном», в которой ведущие роли были отведены Ланни Тернер и Антони Куину. Актриса умерла от сердечного приступа 3 февраля 1961 года, в возрасте 56 лет. Впоследствии была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о актрисе Вонг Лю Цу. Это актриса, первая добившаяся известности, голливудская киноактриса китайского происхождения. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok